МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. После падения Челябинского метеорита в феврале 2013 года правительство России всерьез задумывалось о космической угрозе. Вице-премьер Дмитрий Рогозин объявил, необходимо создать систему обнаружения опасных для Земли объектов и их нейтрализации. Так существует ли на самом деле угроза из космоса? Сколько опасных метеоритов и астероидов могут устремиться в сторону Земли? И почему выгодно выделять огромные бюджеты на разработку противометеоритной защиты? Октябрь 2013 года. Урал, озеро Чебаркуль. Из-под слоя ила и песка, с глубины 11 метров, исследователи поднимают глыбу весом более чем в полтонны. Да, это он. Тот самый знаменитый метеорит. Так он выглядит сейчас. А вот таким его увидел весь мир. Падение Чебаркульского метеорита не смогли предсказать ученые-астрономы. Войска ПВО не успели выпустить ракеты, чтобы сбить летящую на Землю каменную глыбу. Только по воле случая обошлось без жертв. Специалисты, наблюдающие за атмосферой, теперь уже не пытаются скрыть, что Земля ежедневно подвергается метеоритным бомбардировкам. Метровые тела падают каждый год. Эта энергия примерно как у тех бомб, которые были взорваны над Хиросимой и Магасаги. Вот тела такие, как Тунгуска, от 50 до 100 метров, которые могут уничтожить крупный мегаполис, падают. Раз в 300-1000 лет. Большая часть метеоритов сгорает в плотных слоях. Но те, что долетают до Земли, даже совсем крошечные, тоже представляют угрозу. Кусочек железа массой, ну, как пуля, и летит, как пуля. Он вполне опасен, если попадает вам в голову. На сегодняшний момент в Солнечной системе обнаружено более полумиллиона астероидов. В основном они летают между орбитами Марса и Юпитера. Но есть и готовые свернуть в сторону нашей планеты. Их порядка 10 тысяч. Среди них примерно полторы-две тысячи потенциально опасных. То есть тех, которые в ближайшие столетия могут сблизиться с Землей. Наверняка опасных, то есть про которые мы знаем, что удар произойдет, сегодня неизвестно ни одного. Астероид Апофис. Это о нем говорили весь 2012 год, обсуждая предстоящий конец света по календарю индейцев майя. А вот сегодня почти не вспоминают. Его славу, что называется, украл Чебаркульский метеорит. Между тем, Апофис никуда не делся. Он по-прежнему представляет наибольшую реальную опасность для нашей планеты. Это не малыш, как челябинский астероид. И вот последние наблюдения показывают, что вероятность его падения даже возрастает. То есть, ну это вероятнее всего, конечно, связано в первую очередь с тем обстоятельством, что орбита его достаточно плохо определена. Невымышленные ученые уверены, гораздо больше шансов, что Земля может погибнуть из-за звезды по имени Бетельгейзе. Несмотря на юный возраст, всего 10 миллионов лет она готова превратиться в сверхновую. И это возможно лишь при колоссальном взрыве, к которому Бетельгейзе готова. Расстояние до звезды Бетельгейзе 640 световых лет. Самый быстрый космический аппарат Voyager 1 сможет преодолеть это расстояние за 9 триллионов земных лет. Бетельгейзе, которое сегодня выглядит просто яркой звездочкой, превратится в колоссальное свечение фонарь. Ярче Луны, ярче нескольких полных Лун. Вот при полной Луне мы легко гуляем ночью, даже, говорят, читать можно. Тексты при взрыве Бетельгейзе фотографировать можно будет по ночам без вспышки. На нашу планету обрушится чудовищный поток радиации, говорят эксперты. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. В течение ближайших десятков тысяч лет она взорвется. Но это может произойти и завтра, и через 5 тысяч лет, и через 10, и даже через 20. Еще одна угроза из космоса – спутники, запущенные самим человеком. Около 200 аппаратов ежегодно выходят из строя и сводятся с орбиты. Большая часть падает на Землю, и не всегда этот процесс удается контролировать. На Канаду упал наш спутник, шпион морской разведки «Космос-954» с ядерной энергетической установкой и радиоактивное заражение местности. Тогда Советский Союз выплачивал цитутную репарацию. Ученые признаются, даже точную траекторию падения искусственных спутников удается вычислить далеко не всегда. Что уж говорить о метеоритах. Какими бы гигантскими они ни были, спрогнозировать их поведение практически невозможно. Специалисты разводят руками. Даже если привести в порядок все обсерватории и построить новые, наблюдения с Земли не спасут человечество. С распадом Советского Союза большие телескопы просто отошли в другие страны. У нас сейчас, на сегодняшний день, фактически нет возможности проводить наблюдения астероидов в оптическом диапазоне, где они могут быть наблюдаемы до входа в атмосферу. Контролировать пространство вокруг планеты необходимо полностью. Все 100% неба, утверждают ученые. Недостаточно, если лишь одна сверхдержава решит установить контроль над своей территорией. Погубить все живое на планете метеорит может и упав на соседнее государство. Объект падает на территорию там неугодного мне государства, но я могу первое, что просто промолчать. Если я обладаю этой информацией монопольной, то есть вопрос, опять же, владения информацией об этих астероидах, это становится уже стратегической информацией. По независимым оценкам, система контроля за астероидами может появиться в течение 7 лет. Для этого потребуется порядка 10 миллиардов долларов. Успех проекта возможен только в одном случае. Если деньги выделят все страны, заинтересованы их безопасности жизни на планете Земля. В нашей стране предполагается по космической программе построить планетный локатор, который будет облучать стероиды. Дальше отраженный сигнал регистрироваться радиотелескопами. То есть точно будет определено место встречи с Землей. До сегодняшнего дня зафиксирован лишь один случай в истории человечества, когда население было предупреждено о предстоящем падении метеорита. Несколько лет назад в Северной Африке упал метеорит размером, наверное, метра. От 20 до 50. И о его приближении администрация США предупредила за 24 часа. Предупредить успели. Предотвратить не удалось. Так что же делать с угрожающими Земле астероидами? До недавнего времени выход предлагали только писатели-фантасты. Теперь их рассуждения, увести астероид с опасной орбиты или разрушить его, не кажутся такими уж нелепыми. Первый вариант наиболее перспективный. По мнению ученых, достаточно небольшого аппарата с мощным двигателем, чтобы в условиях невесомости увести астероид от Земли. А вот с вариантом разрушения дело обстоит куда серьезнее. Ученые пока только робко предполагают, как защититься от космической угрозы. И как вариант предлагают военным приручить опасные небесные тела. Вот здесь могут помочь специалисты по ракетной технике. Если на каждый опасный астероид посадить радиомаяк, сравнительно небольшой и дешевый прибор, он поможет нам следить за траекторией полета. Так же точно, как радиомаяки на самолетах помогают диспетчерам ориентироваться по ним в пространстве. На сегодняшний день не существует оружия, мощности которого хватило бы, чтобы разрушить астероид. Атомная бомба тоже не выход. Это скорее будет неприятная перспектива. Мы не можем распылить крупное тело путем взрыва на такие вот мельчайшие, не грозящие нам опасностью кусочки. Мы его разрушим на несколько десятков челябинских астероидов. И это будет несколько десятков непрогнозируемых падений. И чем они закончатся, сегодня можно только гадать. Эксперты не сомневаются. Многие страны охотно взялись бы за разработку бомбы, которая по своей мощности в десятки или сотни раз превышала бы термоядерную. Ведь под прикрытием программы по борьбе с астероидами можно беспрепятственно финансировать создание сверхмощного оружия или даже систем базирования ядерного оружия в космосе. Зная, что какое-то космическое тело будет проходить вблизи Земли, можно направить туда какой-то аппарат, который двинет его в другом направлении с таким расчетом, чтобы она ударила в назначенное место на планете Земля. Ну, например, если они хотят устроить такую атаку против России. При этом пострадавшая сторона, утверждают эксперты, никогда не сможет узнать настоящего виновника космического конфликта. Доказать, что это сделали США, будет невозможно, а удар будет, и последствия будут тяжелые. Доктор военных наук Константин Тивков уверен, создание системы тотального слежения за космосом, а тем более новых космических вооружений, приведет к переустройству всего мира. Под предлогом спасения человечества от вымирания могут быть освоены колоссальные бюджетные средства. И это весьма лакомый кусок, особенно для оборонных корпораций и коррумпированных чиновников. Сегодняшняя элита, метеорную угрозу, использует в качестве пиар-предлога для отвлечения внимания масс от социальных проблем это преступления действующей политической элиты. Не только глобальной, транснациональной, но и национальной, США, Европы и России тоже. Но космическая угроза уже не призрачная, а вполне реальная. Человечеству нужен запасной вариант. Пока их всего два. Остаться на Земле и создать надежную защиту от космической угрозы. Или освоить другой мир. Основать собственную колонию на другой планете. И первый, и второй варианты пока только проекты. И они требуют огромных затрат. И финансовых, и человеческих. Однако экспертов тревожит другое обстоятельство. Создание средств защиты от астероидов может привести к гонке космических вооружений. А поиск запасного плацдарма для жизни глобальной драки за место на другой планете. В обоих случаях итог один. Новый военный конфликт. Значит, надо искать еще варианты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова